125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Этот рецепт ленинградского хлеба из стихотворения Ольги Бергольц. Голоса Ленинграда многие помнят на вкус. Находясь в блокадном городе полностью в окружении врага, 2,5 миллиона гражданского населения не сдавали Ленинград, несмотря ни на что. Суточная норма пищи – 125 граммов хлеба, который на 70% состоял из опилок, солилозы и клейстера. Именно эти кусочки хлеба спустя 70 лет для нынешнего поколения стали символом блокады и стойкости ленинградцев. В руках у меня блокадный хлеб. Он был специально изготовлен в Краснодарском заводе по рецептам идентичным. Здесь написана суточная норма для кого, в какое время, для населения, для военных. Мы сейчас вот только разложили, к нам уже подходят люди, просят взять в школы, в музей и просто себе. Редкий прохожий остается равнодушным к этой акции. Война так или иначе затронула каждую семью. А подвиги ленинградцев, которые под арт-обстрелами спасали город, обессилев от голода, тушили Эрмитаж, говорят, не сдерживая слез. Для меня это большая память о моем отце, который служил в войну все пять лет, в том числе в Питере. А я как сын взял, чтобы вспомнить это дело. Отвага и любовь к отечеству, к своему родине, ко всему хорошему. А величие? Ну, большие, конечно. Суженние живы стояли во время войны. Низкий поклон всем. И страшно, если это повторится. Елена Скубаренко, житель блокадного Ленинграда. Принимая 125 грамм блокадного хлеба, целует его и прижимает к сердцу. Спасибо вам. Спасибо. У нее, 14-летней девочке, война отобрала всех самых близких. В блокадном городе погибли семеро родственников. Когда от голода и тяжелой работы в больнице умерла мама, девочка осталась сиротой. Я подошла к этому моргу. Он так находился в подвальном повещении. Туда ступеньки так были вниз. И я увидела, что на этих ступеньках валяются трупы. Ну, мы, значит, маму одели, зашили в покрывало и так оставили. Потому что похоронить было невозможно. Знаменитые Бадаевские склады с продовольствием разбомбили немцы. Гитлер отдал приказ стереть Ленинград с лица земли. С каждым днем ситуация ухудшалась. Морозы доходили до 40 градусов. Замерзли водопроводные и канализационные трубы. Город на Неве остался без света, воды и отопления под артобстрелами. На хронику тех лет ложатся строки из архивных писем ленинградцев. Идешь по улице, встречаешь людей, которые шатаются, как пьяные, падают и умирают. Мы уже привыкли к таким картинам и не обращаем внимания, потому что сегодня они умерли, а завтра я. В сквере около Адмиралотейства я увидела сверточек ребенка. Ну, я взяла на руки, смотрю, личико, ну, я дотронулась, абсолютно холодное. Я, значит, долго стояла, не знала, что предпринять с этим ребенком. Положила, только он валялся на земле, я положила на скамейку. Заплакала и пошла. По единственной дороге жизни к городу, Ладожскому озеру, переправляли продовольствие и эвакуировали детей. Именно так от смерти спасли 14-летнюю Елену. Новость об освобождении родного города она услышала уже в детском доме. Как ленинградцам удалось выжить, отстоять город в условиях шесточайшей блокады, Елена Скубаренко знает не понаслышке. Они просто знали свою работу, свой долг и без всяких напыщенностей, очень просто работали и все. И знали, что это надо. Марина Евстрасия, Илья Чечен, рентовая пилот.